На заводах тяжелого машиностроения операции по транспортировке грузов кранами исключительно важны и ответственны. Многие детали и узлы машин имеют большие размеры. Вес их достигает десятков тонн. В этих условиях действия стропольщиков приобретают особое значение. От их профессионального мастерства, внимательности и точного соблюдения правил техники безопасности зависит успех работы участков и цехов, личная безопасность и безопасность окружающих людей. Вам присвоена квалификация стропольщика. Это удостоверение дает вам право на выполнение стропольных операций. На Уральском заводе тяжелого машиностроения стропольщики в повседневной работе вместо удостоверения пользуются жетоном. Его маркировка соответствует данным удостоверения. Перед началом каждой смены вы обязаны предъявить удостоверение или заменяющий его жетон к крановщику. Итак, к работе вы допущены. Принимая смену, тщательно проверьте грузозахватные приспособления. Они должны быть исправными и обязательно иметь бирки или клейма с обозначением допускаемой грузоподъемности и даты испытаний. Приспособлениями, не имеющими бирок и клеем, изношенными, неисправными, пользоваться запрещается. Получив задание, строго соблюдайте необходимое соответствие между весом поднимаемых грузов, грузоподъемностью крана и грузозахватных приспособлений. Помните, несоблюдение этих основных условий, так же как и любая неисправность, могут привести к аварии и несчастному случаю. Правильная строповка – одно из важнейших условий безопасности. На участках работ руководствуйтесь графическими схемами строповки. Всегда имейте при себе карманный альбом-схем. Строповку любого груза производите только по центру тяжести. Строповка деталей и узлов машин с острыми ребрами требует особого внимания. Подкладки предохранят канаты от перетирания. Перед подъемом груза уберите с него посторонние предметы. Не допускайте нагрузки тары выше бортов. Тара должна быть исправной, иметь надпись с указанием необходимых данных. Если работа с грузами производится вблизи стен, станков или другого оборудования, строго следите, чтобы здесь при подъеме или опускании груза не находились люди. Всегда удаляйте людей из опасной зоны. Отойдите сами от груза на безопасное расстояние. Перед подъемом каждого груза проверяйте исправность тормозов крана. Все в порядке. Теперь можно подавать сигнал подъема. Груз поднимайте на высоту не менее полуметра над самым высоким предметом, расположенным на пути движения груза. При перемещении груза следуйте за ним на безопасном расстоянии и следите, чтобы под грузом не было людей. Громоздкие и длинномерные грузы должны сопровождаться двумя стропольщиками. Второй стропольщик следует за грузом, придерживая его за оттяжку. Кантовку грузов производите только на специально оборудованных площадках. При кантовке находитесь сбоку от груза на расстоянии равном его высоте плюс один метр. Заблаговременно, до установки груза, на отведенном для него месте уложите подкладки, чтобы в дальнейшем можно было беспрепятственно извлечь стропы. Не устанавливайте грузы в местах, для этого не предназначенных, в проходах, проездах. На площадках у распределительных щитов, у средств пожаротушения. Беспорядок никогда и никому еще не помогал работать нормально и производительно. А вот теперь на этом участке должный порядок. Не трудно понять, что правильная организация складирования облегчает работу стропольщиков и крановщиков, повышает ее производительность, обеспечивает безопасность. Мы напомнили вам лишь некоторые основные правила техники безопасности. Изучайте и строго выполняйте их. Любое нарушение правил может привести к тяжелым последствиям. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова